В ходе проверки контрольно-счетной палаты финансовой деятельности бывшей администрации сельского поселения Совхоз имени Ленина с января 2018 года по март 2020 года была выявлена большая кредиторская задолженность. Как заявила председатель контрольно-счетного органа Елена Егорова, кредиторка по администрации возросла в 170 раз по сравнению с 2018 годом. Причина такого роста кроется в том, что уже в течение 2019 года источника для его погашения просто не было. По результатам контрольного мероприятия установлены случаи нецелевого использования администрации сельского поселения Совхоз имени Ленина нецелевого использования средств бюджета на сумму 50 миллионов 434,8 тысячи рублей. Кроме того, есть претензии у контрольно-счетной палаты и к тому, как производились выплаты заработной платы руководству поселения. Так, за первый квартал 2020 года Елена Добренкова заработала свыше полутора миллионов рублей. В 2019 году на зарплату главе поселения было потрачено порядка 7 миллионов 700 тысяч рублей. Это более 309 тысяч рублей в месяц. На выплаты, которые производились главе и персоналу, тут сумма очень большая. 35 миллионов. Она превышает не только полуторный размер, который считается уже не административным, полтора миллиона, но и 7,5 миллионов рублей, особо крупный размер. Мы проверяли много раз бюджеты всех поселений и никто, поверьте, ни одна муниципальная единица дважды единовременной выплаты к отпуску не получал. Это квалификация переплаты именно главе муниципального образования. Получается, что те средства, которые были запланированы для выплат по контрактам заключенных с администрацией сельского поселения совхоза имени Ленина, переводились на стимулирующие выплаты главе сельского поселения Елене Добренковой и, соответственно, ряду еще сотрудников. Причем ежемесячно принималось по три решения представительным органам для произведения этих выплат, что, в принципе, неправомерно. В ходе проверки деятельности бюджетных учреждений спорта, культуры и образования, работающих на территории сельского поселения, также был выявлен нецелевой расход бюджетных средств. Контрольное мероприятие в части соблюдения бюджетного законодательства показало, что в администрации сельского поселения совхоз имени Ленина неудовлетворительно исполнялись полномочия в отношении формирования и исполнения бюджета, а кроме того имеющим признаки коррупционных правонарушений. Глава муниципалитета Алексей Спасский, как и депутаты округа, были поражены вскрывшимися фактами. Те суммы, которые прозвучали, вы их услышали, да, они в совокупности даже там за короткий промежуток сопоставимы вообще со всей доходной базой бюджета сельского поселения. То я считаю, что, конечно, эти факты, и вот много еще сказано, они требуют, конечно, пристального изучения, там и квалификации уже специализированными органами. Заключались договора администрации. Администрация брала на себя обязанности оплатить данные договора. И в процессе эти деньги перенаправлялись на что-то другое. На фоне кредиторской заложенности, на фоне таких проблем, на мой взгляд, не обоснованы завышенные зарплаты бюджетных работников, то есть премии. Депутаты в ходе голосования приняли решение рекомендовать контрольно-счетной палате направить данный отчет в прокуратуру для дальнейшего анализа и принятия соответствующих мер.